Здравствуйте, уважаемые друзья и интернет-зрители! Сегодня у нас четверг, 11 июня 2019 года. За окном прохладно и ночь холодная. Вот такое лето. И сейчас я хочу приготовить блины с капустой. Но с капустой не простой, а капуста тушёная с яйцом и перцем. Вот такая будет начинка у наших практически пресных блинов. Итак, погнали! Вот показываю, что за окном происходит у нас. Вот так. Облака, прохлада. Так, и... Вот сейчас я уже порезала капусту. Сейчас добавлю ещё перца. Вот перец. И может быть ещё капуста. Так. И замешу тесто. Продолжаем. Капусту мы тушим с водой. Я в воду добавила. И вот перчик. Сейчас мы сюда. Это обыкновенный перчик ласточка. Я на электричке езжу ласточка. И перец тоже ласточка. Так. И теперь мне нужно чеснок. Чеснок. Набираемся в холодильник. Чеснок у нас крупный и урожай этого года. Так. И ещё мы обязательно добавим в капусту перец чёрный и перец красный молотый. Так. Поехали. Так. Чеснок я на тёрке практически никогда не делаю. То есть вот я его режу, а потом вот так вот измельчаю крупным таким ножом. И этого вполне достаточно. Так. Это у меня получилось по уголовке вот этого большого чеснока. Немножко достаточно. Перекидываем. Посмотрим, удастся. Одной рукой. Одной рукой учишься. Даже интересно. Какие-то нестандартные для мозга делаешь движения. Это очень полезно. Так. Поэтому рекомендуется ходить разными дорогами. Так. Замечательно. Замечательно. Сейчас я... У меня тут на медленном огне. Поэтому сейчас я ещё добавлю капусты. Так. Берём в холодильнике. Купила качан. Пусты. У нас магазин шагово называется доступности. До него, как оказалось, 500 метров. Даже немножко меньше. Так. Тутушим мы вот таким образом. Добавляем такую горячую воду. Лучше всего горячую добавлять. Будет вкуснее капуста. Так. Это тоже по рецепту Марины. Привет ей. Из Бреста. Марина из Бреста. Так. И... Смотрим. Я вот намешала тесто. Более жидкое, чем сметана. И как раз будут получаться тонкие блины. Я сюда добавила немножко кефира. Вот такой вот. Бабушкина крынка. Массовая доля 3,2%. Я его вообще потом разбавляю в 2 раза. И пью в разбавленном виде. Мне так больше нравится. Он удаляет жажду. И как-то не очень нежно получается. Ну и вообще так. Как питьевой. Более питьевой получается. Так. Вот здесь у меня немножко кефира, соль, растительное масло и мука. Мука-резаночка, по-моему. Так. Что здесь происходит? Так. Значит. Сейчас пожарим блины. Там тушится. И у меня есть мясо, которое я заделала. Свинина. Вот я галейдину вообще практически не ем. В основном свинина, курица и рыба. Так. И вот у меня свинина с красным, чёрным перцем, чесноком и солью. Очень приятный запах исходит от неё. Так. И будут блины с капустой и со свининой жареной. Вот такое блюдо. Продолжаем. Капусту, яйца, яйца, размешиваем. И будут блины с капустой и с яйцами. Не с варёными, а вот так. Сделаные потушенные яйца. Потушеные яйца. Потушеные. Вот так, вот жарится. Так, тут ещё у нас, видите, на четырёх комфортах. Так. И вот. Получилась капуста с яйцом. Всегда вот положила. Ну, и я просто сворачиваю таким способом. Всё. И там у меня, видите, много в ковардах теперь жарится. Мясо дожаривается. Продолжаем. Получилось вот такое блюдо. Стакан кефира. 3-2% разбавленная водой из-под фильтра. Очищенная вода. И 2 блина с капустой тушёной, которая с чесноком и с яйцом. Сверху у нас кетчуп. Он такой татарский, очень вкусный, мне понравился. Очень интересная фирма. Буздякский. Буздякский. Не знаю, откуда это. Но написано, что без ароматизаторов, искусственных красителей, 100% натуральные спицы. Так, значит, вот эко-культура, аграрное хозяйство под Питером, экологические помидорчики, черри, огурчики и свинина, которая с сухим маринадом. Я уже попробовала, очень вкусно. И вам тоже приятного аппетита. До новых встреч. Если вам понравилось такое блюдо, я буду рада. Если вы это отметите, комментариям, подпиской. И приходите на мой канал и просматривайте. И другие видео, которые связаны с выставками, с вернисажами, концертами и походами. До новых встреч. Итак, я хочу вам порекомендовать, как можно интересно проводить время. То, что мы приготовили еду, это достаточно много килокалорий. У меня, например, в смартфоне стоит шагометр. И он, кстати сказать, позволяет более активно проводить время. Я отсматриваю, сколько я прошла в день. Он сам считает потом по результатам месяца. Ну, например, в прошлом месяце, в июне, у меня было 4 километра в день. В среднем. Как можно проводить время в городе? Наверняка у вас, где бы вы ни жили, если это уж не совсем какой-то поселок, а город, есть галереи, выставочные залы, может быть, дома музыки или дома композиторов. Вот как у нас в Санкт-Петербурге. И очень часто, если вы посмотрите в интернете, там проходят бесплатные концерты. Вот у нас, например, в Доме композиторов или на вернисажах, это открытие выставки идет, там часто выступают музыканты. Вход на вернисажи всегда бесплатный. Единственное, что если там какой-то суперфуршет, это может быть ограничено пригласительными билетами. Но большинство вернисажей, вход на них свободный. Вы можете пешком дойти до вернисажа. Вот я сегодня, например, пойду на вернисаж в Творческий союз художников ИФА. И там выставка 140 художников, как это называется, мастер 21 века, по-моему. В общем, там будут представлены молодые художники, мне интересно это посмотреть. Я знаю, что туда до союза художников 4 километра пешком и обратно 4 километра, уже 8 километров. Это движение, это смена обстановки, извините. У нас просто есть ремонт делают. У меня, видимо, пыль какая-то строительная зацелетела в окно. И я вот, например, не представляю, как можно в течение недели, например, никуда не выйти. То есть вообще не выбраться. Во-первых, суцум это то, что просто человеку необходимо, как правило. Я телевизор, я вообще не смотрю телевизор. Я выбираю программы по компьютеру, смотрю, вот сейчас у меня, я сейчас блогеров смотрю, мне блогеры интересны. Мне интересны походы, интересны какие-то новые места. И сами мы тоже ходим, соответственно, в походы, играем в теннис. Да, вот, например, вы можете пройтись по дворам, которые рядом у вас, или узнать о людей, у соседей. Может быть, рядом с вами бесплатные какие-то теннисные столы, как вот у нас есть настольные столы. Ну, допустим, теннис на кортах. Здесь у нас есть тоже теннис на кортах в парке, но это платные. Поэтому я туда не хожу. Вот, всегда есть какие-то озера или реки рядом, куда можно съездить, пройтись пешком, по лесу, поплавать. Я за то, чтобы у человека вырабатывались эндорфины, и как можно меньше он был подвержен стрессовым ситуациям. Я, это бренд, вот, мой образ жизни, я его сейчас преподношу как бренд. Вот, это творчество. То есть, если посмотреть, вот, чем я занимаюсь, это и стихи, которые я пишу, живопись, графика, пастель и акварель. И, да, потом видео, как видеооператор, я как фотограф, вот, можно фотографировать или на, или на видео снимать, сейчас выставки, допустим, или какой-то ваш интересный образ жизни. Спасибо.